Приветствую вас. Знаете, давайте по порядку пройдемся сейчас. Значит, как поступить мужчине, если женщина хочет от него уйти? Мужчине отпускать свою женщину сразу было бы довольно опрометчиво. В том смысле, что сама женщина может воспринять подобное поведение как безразличие со стороны мужчины. И, в общем-то, ничего хорошего из этого может и не выйти. Поэтому я не рекомендовал бы сразу отпускать. Женщина хочет уйти, потому что ей нужно что-то. Или ее не устраивает, не удовлетворяет что-то. Соответственно, первое, что нужно сделать, это понять, что именно не устраивает женщину, что именно ей не нравится, чего именно она хочет. Вот. И после этого просто предложить свою помощь для этого. или, по крайней мере, не препятствовать, не препятствовать тому, что, ну, чтобы она делала то, что ей нужно. К примеру. Вот. Это первое, да? И, соответственно, она, скорее всего, сама, я думаю, если ее решение, скажем так, спонтанно, да, если ее решение спонтанно. Вот. То она сама, ну, со временем, да, она перестанет хотеть уходить. Она со временем, если ее решение было эмоциональным, она просто добьется того, чего хочет. или увидит, что к ее желанию прислушались, допустим, вот, и уходить уже будет не за чем. Вот. Это, конечно, превословие, если есть любовь, да, если есть какие-то взаимные чувства у людей. Вот. Это первое. Что здесь, наверное, попутать мудро. Дальше. Ээээ... Как ему сказать ей? Эээ, вот тут, если честно, я не понял, что именно сказать и о чем. Эээ, формулировка ваша про спейс мне, если честно, не понравилась. Потому что складывается такое ощущение, что эээ, как будто бы вы, ну, или мужчина, не знаю, кто вы, и, эээ, складывается такое ощущение, что мужчина, как будто, эээ, не воспринимает всерьез, эээ, то, что происходит. Складывается такое ощущение, что эээ, мужчина не воспринимает всерьез, ээээ, ну, то, чего, то, чего его женщина хочет. И считать, эээ, подобное спесью, ну, это, на мой взгляд, ээээ, скажем так, в некоторой степени обесценивающе. Это означает, эээ, обесценивание того, что нужно женщине. Вот. С такой позиции, на мой взгляд, ээээ, далеко не уехать, далеко не уехать. Вот. Эээ, значит, как поступать, я, в принципе, уже сказал. Очень, эээ, рекомендую, прямо вот, настоятельно рекомендую, эээ, смотреть и исслед... и анализировать, почему женщина захотела уйти. То есть, именно, именно какие у нее, эээ, основания для ухода. То есть, почему она хочет уйти, почему ей нужно уйти, почему она стремится к тому, чтобы уйти. Вот. Это очень важная история, и, на мой взгляд, ээээ, на мой взгляд, вот, это нужно понять в первую очередь. На мой взгляд, это, прям, вот, то, что нужно, ээээ, то, что нужно исследовать, прям, вот, в сам, в самую первую очередь. Вот, почему она решила уйти, для чего ей уходить. Вот. Вот так. А, вот, как, как ей сказать об этом? Тут, на самом деле, не, не понятно, о чем вы говорите. Или, если, или вы имеете ввиду, нет, вы пишите, как ему сказать ей. Если вы сказали, как ей ему сказать, это было бы понятно. А, вот, смысл вашего вопроса, как ему сказать ей. Зачем ему, ей, что-то говорить? Для чего ему, ей, что-то говорить? Если, не он хочет уходить, а она. Зачем что-то, что-то говорить? Ему, ей. Вот. То есть, тут, вот, конечно, на мой взгляд, ээээ, есть, в этом, какая-то, не застыковка, не застыковка. Вот. А также, на мой взгляд, не совсем, понятно, кто вы в этой ситуации. Ну, то есть, кем вы, какую вы роль выполняете? Вы этот мужчина? Или вы эта женщина? Вот. Понимаете? То есть, вот эти все моменты, да, которые, ну, чисто, получается, получается, мы эти моменты должны отгадывать. Вот. Я не думаю, что это хорошая идея, поэтому для полноценной работы, для полноценной работы, для полноценной консультации нужно, чтобы вы все эти моменты прояснили для себя, и тогда уже можно будет о чем-то говорить, скажем так, более предметно. Вот. Вот. Пока это просто область, на мой взгляд, область предположений. Вот. Вот. Как психолог, я несколько против. Как психолог, я несколько против в области предположений. Вот. Потому что, ну, я считаю, что предполагать это в компетенции эзотериков, но не психологов. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Настолько, насколько вы его озвучили, настолько, насколько вы описали свою ситуацию, вот настолько, насколько, соответственно, я вам и ответил. Простите заранее, пожалуйста, если вам этого было мало. Ну, соответственно, за дополнительной информацией я предлагаю вам обратиться уже приватно, либо дополнить свой вопрос. Вот. Если у вас общались дополнительные вопросы, какие-то вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Дов enfance очки т Charlotteiliи. На loans о какой- cotton vaccine. Успомню его. Когда сид и гербида, semble перспективное. У fact遊 discrete. По все отдельным часам, а вот эти вот эти, которые не присостав unos각ント,